Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опять же, в интернете мы где-то пишем, что гитлеровцы были фашистами. Все сразу начинают поднимать хайп, что нет, нет, они национал-социалисты. Товарищ Сталин с этим соглашается, что да, правильно, не совсем верно это, они не совсем фашисты. Но, с другой стороны, он не согласен с тем, что они называют себя национал-социалисты. Первый. Почему они не националисты? В самом начале гитлеровцы начинали с того, что собирали земли немецкие, населенные немецким населением, в единую республику. И, собственно, товарищ Сталин говорит, что да, в принципе, для националистов это приемлемо и вполне себе допустимо. Опять же, учитываем, да, Германия в то время это было очень раздробленное государство, плюс его еще поделили после Первой мировой. И собирание, так сказать, всех немцев в единое государство, в принципе, не такая уж-то и плохая цель. Но после того, как немцы собрали все свои земли, да, они начали заниматься тем, что перешли к захвату чужих земель. И, соответственно, они стали не националистической партией, а империалистической. Можем чуть расширить, да, этот вопрос и углубить. В принципе, та же Англия, что она занималась? Она захватывала колонии в других странах, вела империалистическую политику. Мы же не называем их националистами, поэтому нет ни националистов, потому что ни с чем занимаются, захватничеством. А почему немцы, которые делают то же самое, захватывают ту же Польшу в качестве колонии, почему они тогда считают себя националистами? Непонятно. Следующий вопрос поднимает, который товарищ Сталин. У нас можно ли считать их социалистами? И сразу же говорит, что нет, нельзя. Эта партия национал-социалистическая на самом деле является заклятым врагом социализма. В своих речах они часто очень прикрываются тем, что критикуют страны Западной Европы о том, что у них нет демократических свобод, что у них там все ай-яй-яй как плохо и как у них все неправильно. В принципе, да, вот мы сейчас можем посмотреть у нас, что говорят, вот в Англии там все неплохо, на Украине все неплохо, в Америке демократия не настоящая, вот у нас самая настоящая. Примерно такую же риторику в свое время использовали и в Германии. Но при этом, несмотря на все эти разговоры, то, что сущность гитлеровцев сводится к тому, что они ругают внутренний режим, в самой Германии в то же время было еще гораздо более худшее состояние. И права, даже те минимальные свободы, которые давали страны западной демократии в то время, даже эти самые простейшие демократические права немцами активно попирались. И более того, в свои реакции гитлеровцы вошли во многом дошли до средневековых определенных реакций и до черносотенных погромов. То есть, то, что в царской России было изжито в свое время, когда у нас черносотенцы громили еврейские кварталы, то же самое в Германии активно процветало. Соответственно, товарищ Сталин как раз и делает небольшой мостик, что в принципе гитлеровский режим является копией режима царского, существовавшего в России. И он кратко перечисляет те признаки, которые там были. То есть, попирались права рабочих, попирались права интеллигентов, права народа на самоопределение, опять же, отсутствует. То есть, ты или немец, или не немец. То же самое устраивалось и в Германии. Точно так же, как в царское время устраивали охотницу за евреями, так же и в Германии проходила та же самая ситуация. И на основании этих двух пунктов, да, товарищ Сталин у нас подводит итог, что гитлеровская партия есть партия врагов демократии. В каком-либо, там, неважно, в буржуазном или в социалистическом понимании, неважно. Они враги свобод любых. Они являются просто оголделыми империалистами, которые продолжают при этом свои интересы прятать под тогу национальных интересов и социалистических. Но делают это для того, чтобы обмануть народ и отдурачить простаков. Ну и товарищ Сталин, как поэт, не смог удержаться и сделать такую небольшую гиперболу. Он их сравнил, взял, что это, он прямо от стата, да, что это вороны, рядящиеся в павлине перья. То есть, это обычная черная ворона, которая черносотина, эрекционная, самая простая, но она на себя натягивает всякие цветные павлини перья. Да, вот тут мы и националисты, мы тут и социалисты. Опять же, если вспоминаем полное название гитлеровской партии, там еще и рабочая партия. То есть, они вот так вот себя красивыми ярлычками обвешали со всех сторон, а по сути своей являются оголделыми империалистами. Вот, на этом статья заканчивается. Я думаю, стоит перейти к обсуждению этих моментов.